Небольшой рюкзак, комплект сменной одежды, спальник и ветровка, а также металлическая кружка с маленькой ложкой. С таким комплектом Валерий Шанин путешествует по всему миру. С этими же вещами приехал учить одесситов, как с несколькими сотнями долларов в кармане поехать в ближайшее и дальнее зарубежье, а то и вообще на другой континент. Кстати, металлическая кружка и ложка, предметы в рюкзаке не последние. Вот с таким набором можно есть хоть кашу, хоть суп, хоть что угодно. А чем же вы питаетесь? Я еду путешествовать не потому, что меня дома не кормят, а так думают, что меня в дороге должны кормить. Поэтому питаюсь вообще всем, чем угодно. И у меня главный принцип такой – питаться тем же, чем питаются местные жители. Валерий путешествует автостопом, а иногда и авиа- или гидростопом. В мире много добрых людей, которые всегда подвезут куда надо. Своим примером как бы доказывает путешественник. Таким образом, не надо платить много денег за билеты и можно заехать, заплыть или залететь в нужную страну или континент. Те, кто ни разу не пробовал, думают, что в наше меркантильное время никого бесплатно не подвезут. Совершенно не так. Достаточно выйти на дорогу и поднять палец. И убедишься, что хороших людей по-прежнему много. Путешествовать далеко без больших денег даже безопаснее, уверен Валерий Шанин. Большинство народов очень уважительно относятся к путешественникам. И чем дальше ты забрался от дома, тем безопаснее. В принципе, есть такой закон, который всегда и везде подтверждается. Чем дальше ты от родного дома, тем лучше к тебе люди относятся. Поэтому я, когда выезжаю из Москвы, в Подмосковье, относятся, ну как-то так вот. Ну, есть и есть человек. А, скажем, доехал до Одессы уже сразу. О, ну человек из Москвы добрался. Когда я доеду там, скажем, не знаю, до Каира, ну тут еще будет больше. Более грандиозная новость. Там человек к нам аж из России приехал. Сейчас Валерию 48, он женат и у него две взрослые дочки. В ближайшее время мужчина собирается начать третье кругосветное путешествие и посетить свой пятый материк, Антарктиду. А пока несколько дней он будет учить одесситов технике далеких, безопасных и недорогих путешествий. Руслан Смещук, Роман Чубенко, Genius.